Привет всем! Сегодня 2 августа, время очередного каста. Тему подобрал, если не сказать скандальную, то по крайней мере конфликтогенную. Довольно горячую. И обычно в таких терминах я не разговариваю, но тут хочу сделать исключение. Тема пришла из одного обсуждения в ЖЖ. Хотел немножко сформулировать собственный подход, тем более что вопрос частый и меня касается непосредственно. К сожалению. Тема следующая. Личная жизнь РСП. Что им можно и какие есть гендерные различия. Я знаю, очень многим людям не нравится термин РСП. Мне тоже не очень нравится, потому что он обычно используется как ругательное. Но до некоторой степени это оправданно. Я постараюсь использовать его нейтрально. Поясню нагрузку, которую я в него вкладываю. Во-первых, лишний раз подчеркну, что я сам РСП. Это вряд ли можно отнести к моим достоинствам. Но в то же время это просто констатация факта. Вот так обстоят дела. Заранее скажу, что буду говорить о гендерных различиях в отношении к этому вопросу. Кому не нравится, сожалею. Но это частное мнение может не соглашаться. Прошу в комментарии. Итак, первое, о чем сразу хочется сказать. Одинаковый ли статус? Мужчина РСП и женщина РСП. И сразу скажу, что думаю, что нет. Конечно, не равны. Если бы у нас разводы происходили примерно половина на половину по инициативе мужчин и женщин, если бы дети оставались примерно поровну, или проживали бы поровну между мужчинами и женщинами, наверное, было бы все равно. Но учитывая, что по умолчанию, как вы знаете, дети попадают к женщине, и только в исключительных случаях к мужчине, из этого автоматически следует, что «сори, но это просто факт». Женщина РСП – это лузер. Я дальше поясню, в каком смысле имею в виду. Это не как оскорбление, это просто факт. Лузер. Проигравший. Тот, кто профукал свою партию. Мужчина, который этого добился, это винер. Даже если это с элементами везения, как в моем случае. Да, есть исключения, наверняка. Есть мужчины, которые просто оказались, помимо собственной воли, в роли РСП, и женщины, которые добились этого. Но, как вы все знаете, это будут ничтожное количество исключений в общей массе. Поэтому в целом, все так, как я сказал. Второе важное различие гендерное именно в РСП. Можете не верить, можете не соглашаться. Мое глубокое убеждение – психологическая обстановка в семье на 90% женская сфера ответственности. Почему? Ну, примерно потому же, как если бы муж и жена ехали на машине, и у них спустило колесо, то на 90%, если не больше 90%, ответственностью мужа будет поменять колесо. И если вдруг мужчины в машине нет вообще, и женщина просто не смогла поменять колесо, ну, не умеет, или сил не хватило, или там, ну, не сделала, никто не предъявит ей претензию, что как ты могла, это же так элементарно. Если она сделает, ее все похвалят, скажут, да, ты крутая, не каждый мужчина бы справился, но если она не сделает, ну, никто не предъявит ей претензий. Вот ровно по тому же, почему замена колеса – мужская зона, ровно по той же причине психологическая обстановка в семье – это женская зона. Что хотите, делайте. Бывают ли исключения? Наверное, бывают. Например, у мужчины есть высшее психологическое образование или практика, которая дает эквивалентный скилл. То есть, может, по образованию он не психолог, но по какой-то причине он занимался этим вопросом, имеет большой стаж. Я только что обозревал книжку Джеймса Холлеса, он там такой пример приводит, цитату своего коллеги, не менее именитого. Коллега говорит следующее, почти дословно, чтобы мужчине оказаться примерно в той точке, в которой женщина впервые приходит на психотерапию, мужчине нужен примерно год психотерапии. Это не я сказал, это Джеймс Холлес процитировал. То есть, просто чтобы быть на равных с женщиной, которая впервые приходит на психотерапию, мужчине нужно уже иметь год психотерапии в багаже. Это не маленький гэп, особенно для взрослых людей. Почему это гэп и во времени? Представляете, например, час в неделю, каждую неделю, даже, в самом простом случае. И финансовое выражение. По минимальной планке, скажем, 3000 рублей за сеанс, 50 недель. Посчитайте. Это не считая нервов, которые все это съедает. Потому что процесс это очень-очень непростой. Иными словами, если вести речь о степени вины в разводе, даже не суть важна, был ли развод официальным, или это был фактический брак, неважно. Был союз, союз распался. Если мы говорим о средней паре, то процентов на 90 – это женщина. Были ли это какие-то действия с ее стороны, или бездействия, небрежность, недосмотр – неважно. И в процессе выбора партнера у нее уже был психологический гэп. Так что она в нем разбиралась лучше, должна была разбираться лучше, чем он в ней. Поэтому даже в выборе партнера здесь все равно вина больше лежит на женщине. Что хотите, делайте, можете не соглашаться. Я за последние 10 лет, кроме психотерапии, просеял через себя книг по психологии и смежным темам. Разов в 4-5 больше, чем по своей профессиональной тематике. Я могу быть со средней женщиной, со средней женщиной, примерно на равных. Примерно поровну отвечать за отношения, за диалог, за выяснение отношений, за взаимную калибровку и так далее. Но поинт в том, что женщина РСП и мужчина РСП неравноценны, это не одно и то же. Кроме идейных РСП я ничего не держу личного. У меня нет к ним каких-то претензий, счетов. У меня есть родственники РСП, у меня были длительные отношения с РСП, и это были хорошие люди, приятные женщины. Я понимаю их ситуацию и сочувствую им. И мы обсуждали эти вопросы, непростые вопросы. И нам, как двум РСП, проще эти вопросы обсуждать. Тем не менее, факты это не убирает никак. Это, конечно, фейл. Серьезный фейл. Фейл и для мужчины, и для женщины. Но для женщины фейл намного более серьезный. Имеет ли РСП право на личную жизнь? Да, конечно, имеет. И кто же не говорит, что нужно быть прикованным дома, сидеть на цепи у батареи или у собственного ребенка. Но тут есть тонкости. И нужно уметь жонглировать. У семейных людей свое жонглирование обязанностями. У внесемейных свое жонглирование. И дело даже не в морали. Я могу те же примерно доводы, которые обычно обосновывают мораль, обосновать чистой биологией, почти как Робин Бекер. Даже собственные кровные родители умлекопитающих могут и часто представляют угрозу для собственных детей, с которыми они точно уверены, что это их дети. Между несколькими детьми, родными, в которых точно уверены, что это родные дети, постоянно встречаются предпочтения родителей одного ребенка другим детям. У Робина Бекера раскрывается эта тема «Почему?». Она по многому биологическая. Если собственные кровные родители представляют известную угрозу для родных детей, надо понимать, что некровные родители представляют намного большую угрозу. Тут можно вспомнить и послеродовую депрессию, о которой я уже рассказывал, и статистику известную. По статистике у нас для жизни и здоровья ребенка самый опасный человек – это родная мать. Второй по опасности человек – это некровный партнер матери. Это два самых опасных человека в мире для детей, по статистике. Если брать не физическую безопасность, а психическую, психологическую, то опять же я уверен, что женщины намного круче в психологическом насилии, чем мужчины. И не я один так думаю. И не просто так. Приемные матери встречаются гораздо реже приемных отцов. Мы все знаем почему, хоть и не очень хорошо можем сформулировать. Так что даже с чисто животной точки зрения, с чисто животной логики, совершенно очевидно, что некровные взрослые не должны появляться вблизи детей. То есть любая жизнь должна происходить вне той территории, того пространства, где живут дети. Как этот человек будет обустраивать – это его личные проблемы. Адекватный РСП просто не будет сталкивать своего партнера со своим ребенком. И это важный признак адекватности. Понимает вообще человек, что происходит, за что он отвечает или нет. У меня были многолетние отношения с весьма вменяемыми РСП. Я никогда не видел в глаза их детей, кроме как на фотографии в мельком. Они никогда не видели моего вживую. Только знали, что он есть. Возможно, видели фотографии в мельком тоже. Это часть безопасности. Любой адекватный родитель должен это понимать. Что касается повторных союзов, повторных браков, неважно с оформлением или без. Тут, к сожалению, есть парадокс, который почти не имеет решения. Почти. Парадокс в каком-то из древних видео хорошо раскрыл Стефан Молинью. А заключается он в том, что, если приводить пример с матерью, с женщиной РСП. Если мать весь свой приоритет направит на нового мужа, она окажется плохой матерью. Если мать направит весь свой приоритет на ребенка или на детей, она будет плохой женой. То есть и так плохо, и так плохо. Причем, что самое главное, эта же самая проблема возникает и в самом обычном, полном, единственном, первом браке. Если у нас есть два родных родителя, у них общий ребенок. Даже в таком идеальном варианте, где все намного проще, все равно есть проблема равновесия интересов. И проблема приоритета. Я раскрывал этот вопрос в своем ролике «Семья vs. Димья». Даю ссылку. В нормальном, полноценном браке про детей не забывают и их ценят, но на первом месте стоят супруги. В чем парадокс? Если человек, женщина в данном случае, не смогла решить эту дилемму в намного более простых условиях первого брака, брака с отцом своего ребенка, шансов, что она сможет корректно решить эту проблему с неродным отцом ребенка, намного меньше. Раз в десять, наверное. То есть сложность этой задачи психологически, духовно возрастает существенно. Получается, человек не справился с более простым вариантом задачи, но снова берется за такую же задачу, но намного сложнее. Есть ли шанс, что это получится? Я думаю, есть. Какой? Ничтожно маленький. Вот среди истории очарования женственности там есть подобные кейсы. И даже для них они непростые, я так думаю. Если подумать, вся причина негатива, которая изливается в сторону РСП, если это не игейный РСП, причина ведь заключается не в наличии детей, не в самом этом факте. Да, дети представляют собой сложность отдельную. И да, дети часто бывают испорчены с точки зрения воспитания. То есть они не могут быть нормальными, полноценными членами гармоничной семьи. Но опять же, не это составляет главную опасность. Не это является источником негатива. Источником негатива является именно мышление РСП, их отношение. Потому что, как правило, оно неравновесное. Оно имеет крен либо в сторону ребенка, либо в сторону новых связей. Бывают, конечно, и другие варианты. Например, сильная материальная заинтересованность в новом мужчине. То есть даже не эротическая, не сексуальная. Материальная. Так что деструктивных вариантов много. Но они все деструктивные. Это представляет собой главную угрозу. И для большинства РСП единственный способ, как они могут держать такой баланс, некоторый, это разделять пространство ребенка и нового партнера. Это довольно самоочевидная тактика, так делают многие-многие животные. Это просто тактика минимальной адекватности. А для тех, кто знакомится с РСП, не стоит лезть к их детям. Не стоит их вообще в лицо встречать. Никогда. В этом нет никакой необходимости. А риски очень серьезные. Мамин друг или папина подруга для ребенка абсолютно чужой человек. Как прохожий с улицы. Он не имеет никаких прав и никто ему ничем не обязан. Так что разделение времени. Самый адекватный вариант. Ребенку время, личным отношением час. Вот такое мое мнение. Как РСП. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. Желаю вам, чтобы вас эта проблема никогда не коснулась. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...